Грузовой порт находится недалеко от микрорайона Борки. Здесь не меньше двух десятков кораблей. Некоторые из них браздили просторы рек еще при СССР. Есть порту и грузовые тягачи, баржи и толкачи. На территории грузового порта среди длительных трамвайщиков находится старый тягач АК-08. Раньше с его помощью по оке перевозили щебень, песок и не только. Сейчас он с моей спиной и доживает свои последние десятилетия. Над портом витает дух запустения, хотя ремонтные работы некоторых судов здесь еще проводятся. В целом же грузовой порт стал последним пристанищем для многих судов, как больших, так и малых. Читая архивы в Горьковской библиотеке, в 1996 году, 10 апреля, на это место, в эту пойму реки Аки, было завезено вот такое большое количество техники судовой, речной, для того, чтобы производить механический, технический ремонт и техническое обслуживание. Денис Мурушкин исследует разные необычные места нашей области. Речной порт не раз привлекал его внимание. Он собрал немало видеоматериалов о нем. В самом краю этого кладбища кораблей находится один из заброшенных кранов, который, наверное, действительно уже больше никогда не будет производить свою работу. На нем находятся сами видите лекаря, оторванные. Вот, видно сигнальную, сигнальный паналь, еще опечатанный, имеет дырочку такого плана. Конечно, такие места, как грузовой порт, привлекают фотографов и исследователей. Денис Мурушкин планирует и дальше изучать необычные места Рязанской области. В ближайших его планах исследовать забытые некрополи нашего города. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».